Музыка Привет всем, с вами снова я, Зе Динозавр, и я начинаю 32-ю часть игры в Спин Тайрес. И я вот как дети уже второй раз почти доехал до Пилорамы. Дорога отличная, просто рядом с Пилорамой я сейчас уже быстро приеду. Всё будет замечательно, доставлю, ещё пару раз доставлю. Так, сколько там, 4, 6, 8, да, сейчас будет 4 из 8, потом я ещё через полчасика по нашему времени, поэтому где-то полдня уйдёт. Я так посчитал, 2 часа это 500 метров, так что учитывайте, если вы, конечно же, на этой же машине будете ездить. Ну я думаю, думаю, да, это нормальная, самая оптимальная машина. Я просто предыдущие, другие не пробовал. Ну и не хочу пробовать застревать, так сказать, где-то опять. Мне это не нужно. Я спокойно уже отработал всё, так, схлаженная схема такая. Сейчас нужно где-то здесь налево повернуть. Ну, давайте я вот здесь проеду. Да. Так, давайте вот тут налево, да. Сейчас проеду, я думаю, выйду к тому, как-то типа оврага чё-то. И думаю, я так и сделаю. И выйду уже. Так, ну что. Сейчас уже совсем там скоро будет. Вроде бы, если, конечно, я не ошибаюсь, и это то место, про которое я думаю. Да, 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 это то самое место. Сейчас я вот тут проеду рядом с этим оврагом, можно его так назвать, я думаю. И там уже видно пилораму. Да, вот она, вот она. Так что вулкан пока что для меня остается самой нормальной картой. Я не изучил ни вдоль, ни поперёк. Ну, для меня нормально. Изучил основной путь, который мне необходим. Ну, этого мне достаточно. Ну, на УАЗик я не буду ездить. УАЗик тут нужен, чтобы ремонтные части перевозить, если где-то застрял грузовик или вот сломан. Чтобы не останавливать грузовик, не возвращать. Неправильно не возвращать, ну, чтобы не было сложности вот таких невозможно. Возникало. Для этого всё и придумало. Итак, я приехал в пилораму. Так вот пирс. Погрузка. Погрузка совершается. Всё такое. Правда, не применею. И это как бы нарисовано. Ну, ладно. Надо же как-то оживить картинку, так сказать. Какая-то башня. Пайр-вотчета. Башня. Пожарная башня. Лестника. Ну, чтобы следить, в общем. И так, да, я доставил. Супер, круто. Ну, что ж, теперь возвращаюсь в гараж, потому что до лесоповала я, может быть, и доеду, и то я не уверен. Но оттуда я не смогу никуда добраться, потому что у меня кончится бензин, или я вообще даже сломаюсь. Вот, 358 урона у меня было, или сколько-то, блин, больше половины затрачено бензину. Так что давайте я снова, короче, я уже всё равно вернусь в гараж, что-то ещё что-то проверить. Так, едем. Я вот хочу попробовать сейчас, получится ли у меня без урона доехать до... Ну, хотя бы вот здесь, по этому лесу, в лесу, как это сказать, участку леса. Здесь всегда откуда-то у меня появляется два урона. Но сейчас я знаю, сейчас не ночь, дорогу знаю, уже нормально. Должно всё отлично получиться, давайте попробуем. А я уже задолбался, говорили. Сейчас надо вот где-то вот между этих двух ёлочек проехать, и там будет дорога. И я в прошлый раз ехал, можно сказать, долго бы ехал с нулём урона, но... Так, вышло, что я заехал ёлку, в общем, можно сказать, её сломал почти. Но не сломал, и, в общем, вырезался. Так, аккуратненько, всё снова вырезайся. Да, ноль урона, отлично. Там уже не скоро будет урон, только если сильно не разгоняться, там горка есть. И сейчас вот тут не заворачивать слишком сильно тоже. Тогда всё будет отлично. Да, всё отлично, я думаю, будет. Ещё где-то, я думаю, до того злополучного подъёма, очень жестокого, такого крутого... Не в смысле понтов, а в смысле градусов. В общем, там, думаю, будет что-то уже... Там всегда такая глубокая грязь, и туда окунаешься, можно сказать, и откуда-то берётся урон, добавляется. По мейлантам у меня и раньше... ...появится урон. В общем, посмотрим всё в будущем, увидим. Может быть, даже не в этом выпуске, а в следующем. Ну, а тем временем, только девять часов. Сейчас тут прогонюсь, вообще отлично, люблю я эту горку. Главное, вовремя успеть тормозить, хотя там есть тормоз хороший, и здесь сильно крутая горка. Когда тормозит, и на грязь вырезаешься, ну как вырезаешься, без урона, и в общем, всё отлично, всё замечательно становится. Вот тут хорошо так. Вообще классно так ездить. Да, похоже на Евродрак-симулятор, только там более, как сказать, навороченные машины. Их можно ещё наворочить. И там ездишь по хорошим дорогам. Дорога, как сказать, слово, можно только назвать их дорогой, если сильно захочется. Ну а там плюс ещё объекты необычные, в отличие от тоже длиннобойщиков. Вторых, очень старые игры, которыми я до сих пор ездил. Очень старые игры, ещё с леницами на обложке, ушедшие в прошлое. Ну ладно, хватит. Политики ехать дальше, там где-то сейчас будет лужа, как я её называю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, тут развилочка Я все отлично помню дорогу Просто не переживайте, сейчас я не закосячу Сейчас я так просто снимаю, играю и снимаю А не показываю, как нужно делать В принципе, да, я все показываю, как нужно делать, когда уже умеют Ну, в общем, можно так сказать, что я показываю, что я умею свои умения Ну, в общем, здесь нужно аккуратненько Здесь такая лужа громадная Можно даже его водить Озером назвать небольшим трудом Хотя на самом деле это просто стечение воды ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, здесь у нас еще одна лужа И сейчас опять на ядовика будут летать камни Тут они раза два только не летали Хотя я еду уже раз пятый, возможно Ну что ж, 32 часть, хотел я сказать, в самом разгаре Но, к сожалению, она в самом конце Я вынужден с вами проститься Ну, в общем, это только ненадолго, на несколько дней И я не говорю, что не будет других видео Возможно, и другие видео вам понравятся Завтра же в это время будет опубликовано новое видео А на этом, пожалуй, все Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки До скорой встречи